МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это команда, в которой каждый сотрудник понимает, насколько важна его работа для общего дела. Я инвестирую в уникальные компании в различных отраслях по всему миру. Розничная торговля – это то, что близко мне по духу. Я инвестировал около 4 миллиардов долларов в ритейл по всему миру. Являюсь одним из крупнейших инвесторов в российские компании. Немногим более 3 миллиардов долларов. Магнит – одна из моих крупнейших инвестиций. Что движет мной при выборе компании? Это уникальные преимущества, талантливая команда менеджеров и серьезные возможности роста. Когда в 2008 году я впервые купил акции «Магнита», это была компания стоимостью 4 миллиарда долларов. Сейчас это один из крупнейших ритейлеров в Европе, которого оценивают в более 25 миллиардов долларов. Бесспорно, у «Магнита» есть все атрибуты выдающейся компании, которые я ищу во всех отраслях. В 1994 году Сергей Галицкий основал компанию по продаже бытовой химии. В 1998 году в Краснодаре появился первый продуктовый магазин. В 2007 году открыт первый гипермаркет «Магнит». В 2010 году началось развитие нового формата «Магнит-косметик». В 2013 году был открыт 7-тысячный магазин «Магнит» в Мурманской области. В 2013 году «Магнит» стал абсолютным лидером продуктового ритейла в России. Сегодня «Магнит» — это более 8 тысяч магазинов, около 1900 населенных пунктов России, более 20 распределительных центров и автотранспортных предприятий, свыше 5,5 тысяч автомобилей. «Магнит» — бренд, который в рекламе не нуждается. Большинство торговых точек сети имеют формат у дома. Их в семье «Магнит» более 7 тысяч. Для многих уже стало привычным, что компания открывает по несколько магазинов в день. Однако «Магниту» есть чем удивить. Так, например, 30 ноября 2013 года за один день было открыто 63 магазина, что стало абсолютным рекордом в сети за всю ее историю. Сегодня красно-белые магазины можно встретить повсюду — на юге, в Сибири и даже за полярным кругом. Более чем в 700 населенных пунктах страны «Магнит» является единственным представителем сетевого ритейла. В 2013 году количество покупателей магазинов в сети составило треть населения планеты — более 2 миллиардов человек. И несложно понять, почему большинство покупателей выбирает именно «Магнит». Здесь вежливый персонал, качественные продукты и честные цены. Здравствуйте. А вы давно в «Магните» работаете? Ну, я давно работаю. Я работаю с первого магазина «Мишутки». Вы вообще как попали в «Магнит»? А, в «Магнит» я попала, знаете, у меня муж военный. И мы уволились, приехали сюда как раз в 90-е годы. Развал был, на работу нигде не устроиться. Вот посчастливилось попасть в эту компанию. И вот я преданно служу уже 15 лет этой компании. Ну, у вас никакой же специальности не было, как взялись? Мне было страшно было. Вы знаете, как страшно? Я боялась очень компьютера. Мне казалось, я нажму кнопочку, и вся база улетит. Ну, а вам дадут кого-нибудь, и скажут, научить? Чему учить будут? Чему? Ну, во-первых, надо быть терпимыми. Надо знать, что вы работаете с людьми. Что надо... люди разные приходят. И надо иметь терпение, выслушать человека. Если даже человек неправильный, это на эмоциях не высказывать это. Ну, извините, что мы вас отвлекли. Ничего. Спасибо вам. Стремительно развивается формат гипермаркетов. Привычный рынок уступает своей позиции этим магазинам. Удобство при совершении покупок, внимательный персонал, просторная и функциональная планировка. А главное – широкий ассортимент и низкие цены. Многие посетители гипермаркета приходят сюда за готовыми блюдами собственного производства сети. Они изготавливаются по уникальной рецептуре и под постоянным контролем качества. В гипермаркетах сети представлено более трехсот наименований горячих, мясных, рыбных, овощных блюд, а также салатов в зависимости от формата магазина. Первый гипермаркет наша сеть открыла в 2007 году. Мы не останавливаемся на этом. Мы работаем над каждым процессом, над каждым направлением. Стараемся быть внимательными и ничего не упустить из виду. Многие покупатели специально приходят к нам для приобретения экзотических ягод и фруктов. Всего в гипермаркетах магнит представлено более двухсот наименований позиций фреш. Семейные магниты и гипермаркеты – это еще один шаг в развитии компании. Такой формат торговли не просто отвечает современным тенденциям рынка, но и позволяет посетителям совершать покупки с максимальной выгодой и комфортом. Приветливый персонал – залог доверия покупателей. Атмосфера, которая царит в магазине, привлекает их, и они возвращаются сюда вновь и вновь. Сколько уходим магнитов? Я уже не помню. Давно. Но дело не в этом. Дело в том, что тут все есть. Удобно. Удобно. Но много раз были, да. И машину есть, где поставишь. Мы здесь часто бываем с семьей. Для нас это удобно. Это точно. Относительно недавно в компании появился новый формат – магнит-косметик. Дрогери очень популярен на Западе. Однако в России магнит – одна из немногих компаний, которая сумела освоить это направление. Первый магнит-косметик открылся в конце 2010 года в Новороссийске. Здесь привычный ассортимент непродовольственных товаров расширен сразу по нескольким группам. Косметика, парфюмерия, средства гигиены, бытовая химия, товары для дома и многое другое. Логистика. Еще 20 лет назад в нашей стране не знали, что значит это слово. И было сложно представить, как грамотно организовать процесс доставки товаров от поставщика к потребителю. Магнит стал одной из первых компаний в России, которая сумела создать собственную логистическую систему. Так сегодня розничная сеть включает более 20 распределительных центров, общей площадью свыше 600 тысяч квадратных метров. Они были созданы для качественного хранения продуктов и оперативной доставки их в магазины. Их строительство по всей стране стало толчком для перехода бизнеса на новый путь. Это сделало процесс доставки товаров в магазины максимально эффективным. РЦ Славянс на Кубани, в котором мы сейчас находимся, по площади порядка 24 тысяч квадратных метров. То есть в 5 раз больше, чем наш первый РЦ. Имеет практически все камеры для отгрузки всех видов товаров. Это камера заморозки, это камера для отгрузки фреш-группы. Заведены такие позиции, как охлажденная курица, охлажденное мясо, охлажденная рыба. Извиняюсь, необходимо прерваться. Здравствуйте, вы слотчик в этом в ряду? Да, я слотчик. Подскажите, сколько сняли заявок на пополнение, сколько уже выполнено, сколько еще необходимо отработать? Заявок сняли где-то 49, из них 48 пополнено, одно осталось. И еще где-то заявок 45-46 надо будет спустить. То есть все в порядке, да? Да, здесь все в порядке. Последнее пополнение на другой ряд, но я не работаю. Хорошо, работаю. Чтобы товары были вовремя доставлены покупателям, по дорогам России круглосуточно двигаются красно-белые грузовики. Сегодня собственный автопарк компании насчитывает более 5,5 тысяч автомобилей и является одним из крупнейших в Европе. Это современные машины марки МАН, Мерседес и Рено, ездить на которых одно удовольствие. Интересно, что в автопарке компании представлена половина от всего количества машин марки МАН в России. В 2006 году получали первых МАНов. Вот МАН получил и по крайней мере с 2006 года он у меня уже 14 по счету. Ну для Магнита, собственно говоря, он более-менее крепкий и у него ресурс побольше для режима работы вот здесь в системе Магнит. Я считаю, по крайней мере, вот из всех, что есть здесь зарплат, ну достойно, можно получать. Нужно мне уйти в отпуск без проблем, в отпуск. Надо в санаторий поехать. Так же самое в санаторий поедешь, отдохнешь, дом отдыха, путевки любые, пожалуйста. Так же и работаешь без проблем, без всякой. То есть нет проблем, заботы о завтрашнем дне. С целью повышения эффективности внутренних процессов, возможности контроля процесса доставки на всех этапах, сокращения издержек и снижения сети стоимости, компания активно развивает направление собственного импорта. На сегодняшний день Магнит является одним из крупнейших импортеров страны. Компания осуществляет прямые поставки основных категорий товаров, в числе которых мясные и молочные продукты, рыбы и морепродукты, бокалейные и кондитерские изделия, свежие овощи и фрукты, включая экзотические, а также непродовольственные товары. В 2009 году розничная сеть «Магнит» начала осуществлять поставки импорта через порт города Новороссийска, а в 2011 году открыла собственный транзитный склад. В пиковый сезон доля грузов компании составляет до 80% от всего объема, проходящего через порт Новороссийска. Мы сейчас формируем стоимость услуг в порту Новороссийска, являемся ориентиром для других компаний во внешнеэкономической деятельности. Очень много операций осуществляем самостоятельно, вплоть до обработки контейнеров внутри порта. Но мы же развиваемся, поэтому во второй половине этого года у нас появится совершенно новый уникальный объект, который точно можно назвать транзитный МРЦ. Он полностью соответствует потребностям нашей сети и учитывает весь уже немаленький опыт работы с импортами. Около трети огурцов, реализуемых в сети, компания выращивает в собственном тепличном комплексе. Он открылся в 2011 году в Денском районе Краснодарского края. Зеленая линия расположилась на 120 гектарах. В настоящий момент площадь теплиц составляет 43 гектара, 40 из которых отведено на производственные теплицы, и 3 на рассадное отделение, в котором помимо рассады, также выращиваются и зеленые культуры. В 2013 году в торговую сеть «Магнит» отправлено около 600 тонн томатов, 15 тысяч тонн огурцов и более 2 миллионов штук зеленых культур. Мы выращиваем биологическую чистую продукцию. Защищаем мы растения с помощью энтомофага. Вот у нас свирский завезен, недавно рассыпан. Кроме этого, амплисилиус, фитосилиус вносится. Ну и для того, что шмелечки живут, это уже говорит о том, что химия у нас здесь не применяется. Комплекс спроектирован по зарубежной технологии с применением капельного орошения, современных систем отопления, освещения и вентиляции. В составе комплекса складские помещения площадью 15 тысяч квадратных метров с линии упаковки продукции. Все процессы максимально автоматизированы, что значительно уменьшает использование ручного труда. На 2014 год запланировано строительство следующей очереди теплиц общей площадью 20 гектаров. Сегодня «Магнит» ведущая российская розничная сеть по количеству магазинов, торговым площадям, объему продаж, темпам роста и эффективности. Мощная компания, которая занимается продажей, логистикой и производством. В первом полугодии 2013-го сеть стала крупнейшей по выручке и была признана абсолютным лидером национального рынка. «Магнит» входит в число крупнейших работодателей страны. Общая численность сотрудников – более 200 тысяч человек, что сравнимо с населением небольшого города, такого как Армагир, Подольск или Северодвинск. К концу 2013 года сеть «Магнит» насчитывала 7200 магазинов в формате «Магазин у дома», 161 гипермаркет, 46 магазинов «Магнит семейный» и 686 магазинов косметики. Для того, чтобы удержаться на первом месте, нужно тратить еще больше усилий, чем когда ты стремился к этому. Хотя все равно там есть свои преимущества, у тебя появляется дополнительная уверенность, потому что все-таки, когда мы, не знаю, больше 15 лет бежали вторыми, то уже может выработаться такой комплекс неполноценностей. Поэтому для нас важно было, что мы все-таки смогли взять эту задачу. Наступил у нас этап уже, и у меня, и у Горбючука – это этап опыта. И команда, которая с нами, достаточно сильная. Поэтому какие-то вопросы мы должны им доверять, которые раньше были под более нашим тотальным контролем. То есть вот тут мы вынуждены говорить о таких словах, как то, что мы немного берем мудрость уже и понимание процессов. И для идентификации каких-то проблем нам нужно достаточно меньше времени. Мы из провинции стали самым большим ритейлером в России. Значит, наверное, то, что мы делали, соответствовало духу времени. И я благодарен тем людям, которые со мной работали, потому что я думаю, что максимум, что возможного сделать. И я не считаю, что я что-то менял. Здравствуйте! Молоко, какой журокодный? Пробовали? Вкусный? А, да. Хорошо. Спасибо. А вот я хотел спросить, дочка, на магазине написано «Магнит». Это вы сами так придумали и подсказал кто? Никто не подсказывал. Придумали сами. Мы начали с города, потом вышли на край, и вот уже несколько лет кормим страну. Так уж получается, что для многих из нас магнит – это часть жизни. Подчас большая ее часть. Очень часто, возвращаясь домой, мы даем себе клятву – ни слова о работе. И ровно через пять минут говорим о магните. Почему? Потому что для всех нас магнит – это семья. Яркая, дружная, с характером и очень-очень большая. Федеральная сеть «Магнит». Нам 20 лет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...